Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор об основах восприятия визуальных искусств, то есть всех тех искусств, которые воспринимаются глазами. Я не люблю термин «изобразительное искусство», потому что он как минимум неточный. Далеко не всё изображается. Очень многое просто выражается. И это относится в том числе к такому виду искусства, как орнамент. Орнамент – это то, что очень просто на первый взгляд определить. Спросить у любого ребёнка, что такое орнамент. И он скажет, орнамент – это узор, это когда что-то украшено. Он будет абсолютно прав. И в то же самое время неправ. С одной стороны, конечно, когда мы посмотрим вокруг себя, мы увидим узоры ткани на платье, переплетение нити в вязаном свитере, переплетение против плетёной корзины, рисунок обоев – это всё орнамент. И это действительно сделано, чтобы украсить вещь вокруг нас. Но орнамент – это гораздо больше, чем украшение. А были времена, когда украшение было не просто не главным назначением орнамента. Оно было просто совсем другим, это назначение. Вот с этого мы начнём. Орнамент – искусство, самоназвание которого происходит от латинского слова, означающего «украшать». И действительно, орнамент украшает. Но возник орнамент в эпоху, в которую нужно было мир не столько украшать, сколько упорядочивать. В прошлой передаче мы уже говорили о том, что такое порядок для первобытного человека. А орнамент возник задолго до древних греков, чей орнамент я сейчас показываю. Орнаменты возникли в конце каменного века, в неолите. Вот неолитические сосуды, которые дошли до нас в виде вот таких глиняных посудин, украшенных орнаментом. Мы всё время говорим «украшенный орнаментом», «украшенный орнаментом» и правильно говорим. Но орнаменты организованы согласно неким законам, главной из которых подчиняется задаче упорядочить мир вокруг человека. Это закон ритма. Орнаменты очень различны. И орнаменты позволяют угадать, к какому времени, какой цивилизации принадлежит то или иное художественное изделие. Невозможно спутать вот эти неолитические орнаменты с древнегреческим. Керамика каменного века и керамика античности – это совершенно разные вещи. Также точно будут непохожие орнаменты, скажем, классицизма и барокко. В то же время есть некие черты, которые устойчиво повторяются у разных народов, возникнув вот в эти незапамятные времена. Я уже упомянула закон ритма. Орнамент всегда представляет собой систему повторяющихся ритмически организованных элементов. Вот само это ритмическое повторение представляет собой стремление упорядочить поверхность. Порядок – это то, что принес в мир человек, выделив себя из мира природы. Человек создал культуру. А культура – это порядок, одним из проявлений которого является ритм. Ритм не сразу пришел в искусство первобытных людей. Если бы мы обратились сейчас к искусству палеолита, то мы бы обнаружили там замечательные произведения, замечательные изображения зверей на стенах пещер. И даже вполне реалистические. Но там не было бы того, что мы называем словом «ритм». Там не было бы того, что мы называем словом «композиция». Вот это приходит в человеческую культуру гораздо позже, в конце каменного века, в неолите, когда появляется керамика, когда она развивается, и вместе с ней развивается орнамент. Именно тогда входит в искусство такое понятие, как композиция, то есть построение порядок. Если мы сравним вот с этими неолитическими сосудами, то есть сосудами новокаменного века, вещи, созданные сравнительно недавно, например, северные прялки, расписанные в конце 19-го или в начале 20-го века. Мы обнаружим неожиданно черты сходства. И это сходство объясняется тем, что крестьянское искусство очень консервативно. Оно сохраняет очень многие архаические традиции, в том числе в области культуры повседневного обихода. Вот один из самых поразительных образцов архаического орнамента, который дошел до нас, который очень близок к неолитическому и при этом пережил тысячелетие, это роспись мизенской прялки. Мизень – это река на севере сегодняшней Архангельской области, и очень долго там сохранялось вот это искусство росписи прялок. Между прочим, прялка – совершенно особый предмет крестьянского обихода. С помощью прялки, как известно, делали из кудели нити. Вот задумаемся над тем, для чего нужна была прялка. Для того, чтобы вытянуть нить из кудели, совершенно не нужно было вот такого устройства, на которое садились, к которому прикрепляли эту кудель. Достаточно было любой палки, чтобы закрепить вот эту кудель, и многие народы мира именно так и делали. А вот славяне придумали прялку и держались за эту форму вплоть до XX века. Почему? Объяснений может быть несколько. И все они, конечно, мифологические. Ну, во-первых, нить – вещь волшебная. Если мы обратимся к древним грекам, то у них ведь был образ парки. Вот эти самые парки, которые ведали человеческой судьбой. Они судьбы человеческие держали подвешенными на нитях. Они пряли эту нить судьбы, которая могла быть в любой момент обрезана, оборвана. И прялка вот так же осмыслялась мифологически. Иначе чем объяснить устойчивость порядка росписи прялки, сохранившуюся до нашего времени? Вот сейчас мы посмотрим еще раз на эту прялку и увидим, как устроен этот ее порядок. Прялка делится на несколько горизонтальных полос, которые заполняются немногими повторяющимися элементами. И композиция росписи прялки – это настоящая модель мира. И она очень близка к тому, что сегодня ученым известно о первобытных мифологических представлениях об устройстве мироздания. Когда древние люди формулировали для себя вот это мировое устройство, когда они изобретали эти образы, понятия, слова, которые можно обозначить все то, что их окружало, они для себя увидели мир, делящимся на три сферы, три уровня. Небесный уровень представлен птицами, облаками, знаками воды, солнца и других стихий. И вот забавно, но в мезенской росписи есть такой элемент в виде крохотной спирали. Вот эту спираль мы здесь можем увидеть между ножками оленей в среднем ярусе. Вот эти маленькие спирали мастера росписи так и называют «стихийка». В среднем человеческом мире изображаются кони. Иногда на конях сидят всадники. Эти фигурки окружены тоже знаками стихий. Все элементы условные, геометричные, очень стилизованные. Вот еще один фрагмент мезенского орнамента. Вот здесь мы опять видим эти стихийки. Мы видим круги и ромбы. Это солнечные знаки. Мы видим под ногами коней такие элементы, которые интерпретируют как семена, знаки будущей жизни. Мы видим волнистую и зигзагообразную линию, которая является символом воды. А вода связана с нижним миром. Нижний мир – это мир Земли и подземного царства. Поскольку в мифологической вселенной Солнце проходит свой ночной путь по подземной реке, в русских прялках, как правило, в нижнем ярусе изображались эти ночные солнышки в виде солярных кругов или ромбов, тоже знаков Солнца. Таким образом, расписная прялка оказывается не только орудием труда, она оказывается магическим предметом, который помогал человеку постигать мироустройство и поддерживать в нем порядок. А теперь обратимся еще к одному предмету, который был прямо предназначен для магических действий. Это бубен сибирского шамана. Совсем другая культура, совсем другой быт, другой уровень развития. Но посмотрите, какое сходство. Эти коренные народы Сибири сходным образом представляли себе устройство мира. Просто их образ жизни задержал, вот эти мифологические представления, задержал до очень позднего времени. И в сопоставлении с теми же прялками они позволяют восстановить ту картину мира, которая характерна для всех народов Земли на определенном периоде развития. В этом бубне мы видим небесный свод, окруженный треугольными символами воды, населенный птицами. Срединный мир с людьми и конями и подземное царство, мир смерти. У разных народов мира со времен каменного века складывались представления о царстве смерти как подземном обиталище разных могучих и опасных существ. Главные среди них разного рода змеи, а другие присмыкающиеся. Они обладают разными удивительными способностями. Они умеют сбрасывать кожу. И древним людям всегда казалось, что они тем самым сбрасывают прежнюю жизнь. Они умирают и снова оживают для новой жизни. У них несколько жизней. Они умеют засыпать на зиму. Они связаны с подземными водами. Многие из этих существ, обитатели Нижнего мира, обитают в норах и пещерах. Характерно, что в отличие от остальных млекопитающих, которые помещались в Срединном мире, всекопытные, например, медведь, связывался, по крайней мере, у многих северных народов с миром подземным. Ведь он засыпает на зиму, да еще в берлоге. Он обитатель подземного мира. Он так называемый хтонический персонаж. И вот этих подземных обитателей можно попросить о дожде. Вот здесь мы видим идол дождя в форме змеи. И он украшен орнаментом. Орнаментом в виде красно-белых треугольников, символически изображающих дождь. А вот о чем просили богов звякой в этот глиняный колокольчик древние греки, греки архаического периода, мне неизвестно. Но этот колокольчик тоже явно отвечал за благополучие и порядок в мире. Мы видим здесь три сферы мироздания, расположенные по вертикали. В центре хоровод людей, выше него знаки солнца. На шее также древний солнечный знак, свастика. По подолу одежды линии земли. А язычки колокольчика это ножки. Но можно этих ножек интерпретировать по-другому. Мне они кажутся двумя змейками из нижнего мира, из хатонического мира, смерти и подземных вод. Особое место в представлении древних людей о мире занимал образ солнца. Поэтому так часто встречаются символические изображения солнца у всех народов мира во все времена. Они часто были основой композиции украшений царственных владык. Ведь царская власть, особенно на Древнем Востоке, обожествлялась, и правитель сам был воплощением главного божества. Но такие же солярные знаки можно найти и в орнаментах, украшающих одежду, жилище, утварь разных народов мира, в том числе наших предков, славян. Солярными знаками отмечены каргопольские глиняные игрушки. И вообще глиняные игрушки, наследницы языческих идолов древних времен, очень часто украшаются солярными знаками и другими магическими символами древних религий. И такое же солнышко, которое вы видели на груди вот этого полкана, вы видите и на груди среднеазиатского ослика. Ослика из Узбекистана. Тоже солнечная розетка. То есть эти зверушки, не игрушки, конечно, это не игрушки. Конечно, это не детская забава. Когда-то они были связаны с магическими ритуалами, были связаны с древними страшными, могущественными, великими богами. Вот сейчас, наверное, стоит поговорить о том, что орнамент был магическим способом противопоставления человеческого мира миру природы, одновременно и враждебному, и родственному. Человек ведь совсем недавно вышел из мира природы, вышел из этого первобытного хаоса и совсем не полностью утратил с ним связь. Каким же образом обеспечивалась магия? Вот здесь как раз стоит остановиться на том, что собой представляет орнамент как область искусства. Выглядитесь в эти круги и розетки. Главная их особенность – подчиненность законам ритма, то есть повторение подобных элементов в определенном порядке. Вообще, по отношению к орнаменту, слово «порядок» – ключевое. Если «порядок» – это то, что человек противопоставляет первобытному хаосу, то есть миру до человека. Поэтому из всех областей искусства орнамент, как ни неожиданно это звучит, самая математическая область. Орнамент, как никакое другое искусство, создает образ по законам симметрии, а это область математики. В математике даже есть специальный раздел, изучающий симметрию, классифицирующий ее виды. Так, все виды симметрии можно разделить на два вида – конечные и бесконечные. Вот конечным принадлежит розетка, то есть вот этот самый солярный круг. Конечный орнамент – это вот эта вот салфетка. Все разновидности круга всегда конечный орнамент. А бесконечные орнаменты, если узор продолжается и может продолжаться бесконечно, если он может повторяться в виде полосы, то вот такие орнаменты называют бесконечными. Внутри каждого из этих видов орнамента есть своя классификация. Вот розетки, которые мы видим, принадлежат к осевой симметрии. Вот эта осевая симметрия, так же, как и в салфеточке, которую я здесь показываю. Но салфетка одновременно использует и другой вид симметрии – зеркальный. То есть она отражает себя, своё подобие и по вертикальной оси, и по горизонтальной. И одновременно является примером симметрии осевой. А вот если мы рассмотрим эту чашу, это опять неолитический сосуд, то здесь мы увидим пример чистой осевой симметрии. Осевой симметрии четвёртого порядка. То есть фигуры четыре раза полностью совместятся сами с собой при повороте вокруг центральной оси. И давайте задумаемся об удивительной способности орнамента сообщать некие эмоциональные состояния. Орнамент при всей математичности – это искусство. Искусство, то есть оно обращено к эмоциям человека. Посмотрите, пожалуйста, на эту тарелку, на эту чашу. Фигура как бы вращается в определённом направлении, в данном случае против солнца. И это придаёт ей подвижность, беспокойство. Тогда как вернёмся к зеркальной симметрии, здесь вот эта зеркальная симметрия как бы останавливает движение. И такие орнаменты воспринимаются как спокойные, умиротворённые. Совсем другое эмоциональное состояние. Ещё один пример знаменитых античных сосудов – это критские вазы. Средиземноморская цивилизация древнего Крита и островов Эгейского моря предшественница древнегреческой известна своим живым и динамичным характером. Пять тысяч лет назад гончары островов Эгейского моря украшали свои сосуды особым образом – широкими, размашистыми спиралями. Но особенно интересны вазы с изображениями осьминогов и других морских обитателей. Все эти морские звёзды, раковины, извивающиеся щупальца кажутся очень реалистическими. Но и они подчинены законам орнаментального ритма. Только здесь совмещаются разные виды симметрии. И она далека от математической идеальной правильности. Вот именно благодаря этим нарушениям правильного порядка, благодаря небольшим, тонким отклонениям и получается впечатление подвижности и естественности. Сравните с орнаментом классической Греции. Греки были большими поклонниками симметрии. Они, как известно, изобрели науку, геометрию. Они любили ясность, они любили чёткость. Их орнаменты, как и всё эллинское искусство, отличало гармония покоя. Они любили зеркальную симметрию. В греческом узоре пальметто, который вы сейчас видите, как и в критских вазах, художник заимствует мотив у природы. Но никакого натурализма. И даже о реализме здесь говорить не приходится. Интересная, между прочим, тема, насколько орнамент зависит от природы. Ведь природа сама по себе создаёт прекрасные вещи, прекрасные цветы. Лист пальмы тоже по-своему совершенен в природе. Но в орнаменте художник не повторяет природу, как бы она ни была прекрасна, и даже не подражает ей. Мы ведь помним, что орнамент родился как способ порядочить мир вокруг человека. И вот природные формы приобретают математическую чёткость ритмов, точность рисунка, подчинённого законом симметрии. Орнамент становится знаком торжества человеческого начала над природным. Ещё более разительный пример дипилонские амфоры. Эти погребальные древнегреческие вазы сплош ковром покрыты узором. Орнамент сильно геометризован. Как это отличается от критского орнамента, свободного и подвижного, как сами обитатели моря? Креки тоже были великими мореходами, но здесь в этих сосудах совсем другая задача. Дипилонские амфоры передают идею торжественного перехода в мир иной. Не только самим изображением погребальной процессии, но и мерным ритмом ленточного орнамента, меандра, опоясывающего сосуды. Греческий орнамент кажется очень четким, математически выверенным, но удивительная вещь. Он у греков никогда не бывает сухим и жестким. Древние эллины знали толк в гармонии и уравновешивали строгую геометричность орнамента живым изобразительным мотивом. Вот ваза с Дионисом, богом виноградной лозы, умирающей и воскресающей природы, богом вина и театра. Форма его широкосколого лица вторит в форме сосуда, борода и волосы декоративно орнаментальны и напоминают окружающего бога виноградные лозы. Лицо симметрично, но всмотревшись, мы увидим, что эта симметрия не абсолютно. И вот эти мелкие неправильности придают всему изображению и живость, и непосредственность. В поздней античности стремление к ясности и устойчивости в искусстве сменяется беспокойством и динамизмом. Здесь перед нами мозаичный пол римской виллы. Движение здесь не только в позе персонажей, движение и в обрамляющем их орнаменте. Стилизованное изображение морской волны меандр стремительно оббегает по периметру прямоугольную композицию. Необыкновенно динамичным было искусство варварских народов Европы, сменивших на территории бывшей Римской империи античную цивилизацию со всеми ее достижениями. В Европе наступило Средневековье, ушла в прошлое ясность и гармония античного мира. Орнамент раннего Средневековья это беспокойная, подвижная сила молодых варварских культур, сметающих прошлое. Забыт античный реализм. не нужна еще пока изобразительность. Основной мотив плетенка. Но какая мощь, какая сила в этих упругих линиях, оплетающих подобно змеям любую поверхность. От архитектурных деталей, как вот здесь, в этом портале раннехристианской церкви до ювелирных украшений. Не зря этот стиль называют звериным стилем. Это воинское искусство. И завоевывая мир, оно обращается к образам хищным, устрашающим, не боясь призывать на подмогу и силы подземного, ночного, смертного мира. Мира змей и драконов. Перед вами брошка, бронзовая брошь с севера Европы, которой закалывали одежду древние воины. А сейчас мы обратимся совсем к другой культуре. Культуре исламского востока. На востоке орнаменту принадлежит совершенно особая роль. Дело в том, что догмы ислама запрещали обращение к человеческому образу. Точнее, не совсем запрещали, а очень сильно его ограничивали. Запреты не были абсолютными. И изображение человека появлялось, например, в персидской миниатюре. В некоторых других произведениях мы их увидим. Но все-таки главным объектом искусства, главной сферой приложения художественных сил народа стал орнамент. И это, прежде всего, прикладное искусство. И это, конечно, архитектура. И необыкновенных высот достигло искусство орнамента исламских народов, которое, конечно же, выработало свои особенности. И ничем никогда не спутаешь произведения исламской культуры. Вот перед нами блюдо, украшенное рыбками. бронзовый сосуд очень гармоничный, очень ритмичный. И мне бы хотелось сказать о том, что это довольно редкий пример того, как в основе исламского орнамента лежит изобразительный мотив. Это достаточно все-таки редко. А вот здесь персидский ковер и такой классический пример исламского орнамента, где растительные формы, преобразованные по законам искусства, по законам орнамента, передают всю роскошь вот этого Востока, роскошь, культ роскоши, культ утонченных наслаждений, культ красоты в тех формах, которые должны были вызывать и вызывали зависть у современных народов Европы, которые только еще начинали создавать новую европейскую культуру, когда вот это варварское начало соединялось с тем, что осталось от античности. Не то на Востоке. На Востоке мы видим вот такие утонченные, изысканные, роскошные формы прикладного искусства. И даже там, где мы в исламском искусстве видим изобразительные мотивы, в частности в персидской миниатюре или в персидском ковре или вот здесь шелковая ткань, мы видим, как на изображение влияют законы орнамента. И здесь как будто бы изобразительный мотив, но повторяясь становится элементом орнамента. Вот здесь использован сложный вид симметрии. Зеркальный с переносом вдоль вертикальной оси. И, конечно же, симметрия не абсолютно. Фигурки подобные, но не одинаковые. Они различаются цветом, они различаются орнаментом в костюмах этих персонажей. И, тем не менее, упорядоченность и такую эстетичность придаёт именно симметрия этому куску ткани. Ну и, конечно, выдающегося уровня достигло мастерство создателей прославленных памятников мусульманской культуры Средней Азии в области архитектуры. Стены и купола мечетей, миноретов, медресе, учебных заведений ислама покрыты сплошным узором майоликовых или стуковых стук. Это штукатурка, по которой тоже резали орнаменты. И вот эти орнаменты можно разделить на два основных вида. Существует два таких вида мусульманского орнамента, как герих, геометрический орнамент, и ислеми растительный. Кроме того, вот с этими надписями, с этими орнаментами в украшении архитектуры и изделий прикладного искусства сочетаются надписи из Корана, которые всегда согласованы по масштабу и ритму с окружающим абстрактным узором. Давайте вглядимся в герих. Само это слово переводится с арабского как узел. Герих геометрический линейный узор. В нем сплетаются в бесконечный узор, изломанные под разными углами прямые полосы. Никаких тук и окружностей. Любой герих строго выверен математически, подчинен единому порядку. Сразу вспоминаешь, что как древние греки придумали геометрию, так арабы придумали алгебру. Ну, впрочем, и геометрия арабам была хорошо известна. Вот один из научных трактатов средневекового Востока называется так, о том, что необходимо ремесленникам из геометрических построений. В общем, по тем же математическим законам строятся и растительные восточные орнаменты. Может показаться, что роскошная природа Востока создала эти цветы и листья. Нет. Это фантазия художника, упорядочившая природные создания, подчинившие их строгому и стройному ритму и законам симметрии. Роскошь цвета обуздана и уравновешена строгостью расчета. А сейчас мы совершим большой прыжок через тысячелетия и страны. Мы сразу после средневекового мусульманского мира оказываемся в мире Европы рубежа 19-го и 20-го веков. Это эпоха стиля модерн. Это последний общеевропейский стиль. Стиль, который часто называют искусственным стилем, потому что это был стиль придуманный причем в разных странах одновременно художниками, которые стремились создать нечто воплощающее с такой же силой, как в великие стили прошлых эпох дух нового времени, дух новой эпохи. И вот как раз с эпохой модерн связан новый всплеск и огромный рассвет искусства орнамента. Ни в каком другом стиле орнаменту не принадлежало. вот такое огромное место, такая совершенно особая роль. Конец эпохи знаменовался так называемым декадентским искусством. И ведущие художники и Европы, и России в том числе стремились внести в повседневную жизнь больше искусства, украсить все стороны повседневности. Искусство придавалось совершенно особое значение и в том числе искусство орнамента. Но посмотрите, как отличается орнамент модерна от узоров прошедших эпох. В нем господствует линия капризная, беспокойная, прихотливая. Орнамент модерна принципиально отказывается от симметрии, ясности, устойчивости. Его узоры изысканные и усложненные. И вот здесь тот самый случай, когда, наверное, можно говорить о том, что орнамент как бы берет на себя психологическую нагрузку, желая рассказать о проблемах кризисной эпохи. Никогда прежде орнамент не вторгался так властно в станковую картину. То есть картину, предназначенную для стены, картину, которая традиционно была окном в мир, которая была самодавляющим, самостоятельным, отдельным миром, где была иллюзия пространства, где была иллюзия мира человека со всем его окружением. Вот посмотрите, в картине 1913 года, написанной художником Николаем Калмаковым, человеческие фигуры пообещены в каком-то странном поле, его нельзя называть пространством, это плоскость, где господствует орнамент, и даже человеческие фигуры сами становятся элементами этого орнамента, теряясь среди него. Характерно, между прочим, что и картина эта называется смерть. И вот такие изысканные приплетения растительных этих орнаментов, такое изощренное владение формой, такая опора на вот эту знаменитую линию модерна, изысканную, изощренную, такая утонченность, вот это все очень характерно для эпохи. Однако закончить разговор об орнаменте мне хотелось бы не стилем модерна, хотя он замечательно интересен с точки зрения орнамента. Мне хотелось бы вернуться к истокам. Вот поэтому я показываю сейчас хотел сказать изделие, но правильнее все-таки назвать это произведение. Хотя те, кто делали кошмом, валяли из войлока, вот эту кошмом, призванную просто лежать на полу киргизской юрты, они, конечно, не думали о выставочных залах, музейных залах, они предназначали свою вещь для быта, она была под ногами, она как бы поэтому ничего не значила, и вместе с тем значила очень много. Об этом нам говорят формы орнамента, которые украшают эту кошму. В них сохранилось прошедшее через тысячелетие восприятие мира как космоса. Посмотрите на эти завитки спирали, бегающие по периметру кошму, посмотрите на эти ромбы, древние символы Солнца. здесь единое пространство и время. И это не время повседневности, это время вечности. И также точно, как в этой кошме сливаются повседневные с вечным, сиюминутные, с бесконечным, вот в этом тоже очень бытовом, тоже очень простом предмете. Давайте рассмотрим его поближе. Соединились вот такие началы и концы. Это предмет из русского деревенского обихода. Это просто сечка для капусты. Вот ей рубили капусту для квашени. И посмотрите, как она выражает представление о человеческом мире, как мире порядка и гармонии. Это небольшая вещь, судя по всем очень удобная в работе. И это настоящий шедевр искусства. И в ней также есть образ идеально устроенного мироздания. Здесь есть земное и небесное. И ось симметрии, придающая миру устойчивость и связывающая земной низ с небесными конями, символами солнца и его посланниками. Итак, познакомившись с такими разными орнаментами разных эпох, разных культур, мы обнаружили, что орнамент, откликаясь на потребность человека украшать мир вокруг себя, в то же самое время решала и очень важная всегда для человека задача упорядочения мира вокруг себя и создания образа мира, образа мироздания, как его понимала та или иная эпоха. Мы увидели, что очень многое, в частности стремление к покою и симметрии, там, где человеку нужно создать образ гармонии, идёт от первобытности. В то же самое время, отказываясь от каких-то вечных ценностей, орнамент может передать и дух другой эпохи, как это было в эпоху модерна. Орнамент может всё. Он один из самых великих и самых важных для человека видов искусства. Несмотря на то, что это искусство бытовое, искусство, которое мы можем не замечать, искусство, которого очень много вокруг нас. И всё-таки это искусство. На этом, я думаю, мы закончим разговор об орнаменте. Всего доброго. До свидания.